Итак, это Абвгат. И сегодня я снова на квадре. Блин, замёрз рот и что-то как-то не очень удобно говорить. Давно я не разговаривал, только рулил. Значит, я сейчас еду по колее, по следам золотарей. Ну, тех, кто ездит на разведку, на танкетках, бурят и так далее. Я поехал на рыбалку. Второе. Наверняка в этом выпуске будут маты, я буду материться. И те, кому не нравятся слова иух, иухан, или пиздец, или бля, могут просто смело сразу выключать. Это будет. Выключайте и всё, уходите, короче. Я сразу предупреждаю, чтобы потом мне там, блядь, дешёвой этой моралью никто не сыпал. В общем, нормально, я собираюсь поночевать, поосеневать. Ну, осень, извините, можно сказать, зимовать, а можно осеневать. Буквально через 2 или 3 дня начнутся холода и снег пойдёт. То есть, это уже реально последние дни осени. Ещё нигде нет снега у нас тут, даже на горах нету. Но через 3 дня всё закончится. Это около 15 октября сейчас. Я уже был в пути на данный момент 2 с половиной часа. Здесь, короче, как, по реке проехали золотодобывальщики, так скажем, те, кто делают пробы и прочее. Вот здесь же даже кто-то пилился, тоже ездили. В общем, смотрят люди, что это за места. Ну, и я упал на хвост этой добычи. И сейчас ломлюсь на квадре. Попадал в такие заманухи, их, естественно, не снимал. Ставил его на одно колесо, уже чуть не переворачивался, сорвал себе спину в этот момент. Ну, в общем, ладно, пока я двигаю на квадре. И надеюсь, я еду на рыбалку. Это первоочередное, наловить хариузей. Да, вещать я буду в этот раз вот в такой вот забавной шапке. Я абсолютно оказался не готов к этой поездке. Но я ещё приболел, короче, из-за этого не собирался никуда ехать и ничего не взял. И погоню вот в этой шапке. Это новая шапка, можно считать, она ещё и с детства, короче. У меня также какая-то куртка. В этой куртке я зимой гонял. И чудо произошло сразу. Фух. Я избу увидел вон там. Я здесь не был. Вот конкретно в этом месте не был ни разу. Изба полностью заваленная, завалившаяся, более того. К ней осложнён подход, там какое-то болото что ли. Вон там вообще озеро. Сейчас более красочно попытаюсь показать это всё дело. Сейчас сюрприз для тех, кто вспоминает со слезами ночные партии Варкрафт. Я приготовил кое-что действительно годное для вас. Браузерная стратегия викинги. Война кланов. Тут есть всё, что я любил в стратегических хитах из нулевых, включая грабёж караванов. Отстраиваешь базу, выбираешь между постройкой лесопилки и двумя новыми юнитами. Ещё больше огня добавляют социальные фичи. Можно выпрашивать у друзей ресурсы, а потом мародёрить противников, нанятыми на эти деньги войсками. Всё как в жизни. В общем, это обязательно стоит попробовать ценителям классических стратегий. К тому же у меня есть несколько увлекательных бонусов для тех, кто пройдёт по ссылке в описании. Зарегистрируйся и получи предмет «Переселение новичка», который позволит переместить твой город в любое королевство совершенно бесплатно. Ну и, конечно же, золотишко. Как же без него? Ищи меня в игре под ником abvgat777. А, да. В викингах на сегодняшний день уже более 20 миллионов игроков. Присоединяйся к нам, не пожалеешь. Вот такое место. Родник здесь, видимо, течёт какой-то ручей. Он зелёный почему-то. Вон там зелёные водоросли в нём видны. Иду я по заболоченной какой-то территории. И вот здесь... О, а вон там всполохи и всплески рыбы. Это, скорее всего, гальяны здесь резвятся. Вот такая заводь. Очень красивые краски сейчас. У нас давно уже всё облетело. Я говорю, это середина октября и забереги уже на воде, на лужах застыли. Так, раз, вот так вот, хоба. Так, вон туда я хочу таки дойти посмотреть, что там плещется. А вот изба развалившаяся. Прикольно, в этих местах не было. О, так а здесь заодно можно этот ручей обойти. А, ну и вон гальяны гужуются, вот. Вот, прям под деревом они стоят. Вот они, сейчас покажу. Гальяна замечательная рыба. Если мне не удастся наловить хариузей, буду ловить гальяну. Прикольная заводь. Такое болотистое место. Здесь разведка была, вот эта геолого-разведка. Пробили сюда дорогу таким образом. И поэтому всё, пиздец, всё. Блядь, пиздец полный, сука. Блядство. Я начерпал полные ботинки. Ну всё, блядь, с первых секунд начался полный абзац. Ёп твою мать. О, да, что-то я потерял хватку такое ощущение. Вот здесь мешание всё рылой. Блядь, в ногах всё, ледяная вода. Я ещё после простуды. Ёпа мать. Сейчас надо всё выливать, сушиться. Так, а здесь что? Здесь всё позавалилось, видно, что что-то если и было, то тоже позавалилось. Так, вот, тут у нас был сруб небольшой. Так, я просто ещё пытаюсь сейчас осмотреться, чтобы что-то попробовать рассказать ещё об этом месте. Ничего не видно здесь. Ничего особенного. Сорвались ноги. Это из этих ебучих ботинок, из-за ловы. Ловы вообще говно, подошва у них. Нельзя их брать, чтобы ходить в них по тайге. Так, вот. Я-то думал на квадрики, ни в какую воду я не полезу. У меня болотники с собой, любители болотников порадуются. Вот. Всё завалено, нары были. Печка совсем ужасная, такая ненавистная, как я не люблю печь. Изба очень старая, срублена, по-моему, даже без паза, что ли. Ну, конечно, паза нет в брёвнах. Без паза, вот если рукой. Да нет, здесь есть паз. В общем, уже и не разберёшь. Ох, старинная рухлядь. Ё-моё, в ногах сыро. Вот здесь такое ощущение, что всё истолкано. Тут толкут копытами зверя. И вот такой вот классный склон. Здесь кедровая тайга. Это изба, наверное, промысла какого-то орехового старая. И вот камера дёргается, стабилизатор глючит, сука. Раньше он нормально работал. Я сейчас даже с рук могу лучше снять. Вот. Вот, ничего не трясётся, да? Прикол. Ладно, всё, я сразу сейчас иду выжимать ноги, носки, абзац какой-то. Вот это место шикарное, что-то в нём есть. Кажется, что озеро будто бы и сразу от этого теплота какая-то на душе появляется. Но это не озеро, это скорее заболоченный участок. Вот как шёл бульдозер старателей по реке. Так я и еду. Это жесткач, честно сказать. Наверняка будут полные редуктора воды. Но может и ничего. Так, вот назад взгляд. Сейчас покажу эти самые. Взглядский рот. Выехал куда-то. А вот пошла дорожка. Отлично. Вот таким вот образом выполнялось, видимо, бурение. Вот такие вот штанги стоят. Вот, вон следующее в скважинах. Вон только что ещё одну я проехал. Сейчас Надя на фокусе покажу. Вон за ней ещё штанга такая стоит. Но не штанга, как её обозвать-то, я не знаю. Керн, короче, этот извлекали из земли. И вместо него в скважину вставляли с подписью вот такую штуку. Вот она, пожалуйста. Вот это описание скважины и её обозначение, чтобы задокументировать это всё. Итак, только что я добрался до вот этой самой избы. Я был три с половиной часа в пути. Здесь я проведу ближайшие два дня моего отпуска, так скажем. Так это назовём. Я только сейчас подхожу к избе. Почему поехал сюда? Потому что есть здесь определённые дела. И сильно уж я к этому месту прикипел. Наверняка рыба уже могла скатиться. Но если честно, я в это не верю. Поэтому я прибыл сюда, чтобы просто здесь пожить, отдохнуть. Подобрать вот этот лук, который почему-то здесь валяется. Посмотреть вообще, что тут со сбой стало. Как она здесь вообще без меня. Так, что у нас внутри. Всё нормально, убедиться в этом. И просто здесь по-человечески отдохнуть. Вот здесь, так скажем, для меня заготовили немного дров. Моя задача их будет поколоть. Это ещё старые дрова, которые... Вот это старые дрова пихтовые, что я готовил, а вот это берёзовые. Как-то раз я стал свидетелем уникального подтопления печи. Я никогда даже не догадывался, что может такое быть, что люди так могут не уметь. Как правильно затопить печь? Я сейчас вот буквально на пальцах покажу. Значит, как было. Внизу лежит крупное полено. Над ним лежат щепки. Над щепками лежит береста. Вот такой был порядок. Я был в ахуе, конечно, от такого затопления. Но... Короче, как надо правильно. Нужно найти сухие мелкие палочки. Положить их над берестой. Береста. Это вот такая вот берёзовая кора. И именно, именно вот берёзовая кора. То есть сама вот эта белая штука. Она горит всегда и сырая, и сухая. Поджигаем её. Её надо не жалеть. Много её можно брать. Набрали её много, вот как я. Наложил в печь её. Сверху положил мелкие сухие палки. Щепки. Это вот такие вот расколыши. Расколыши от сухих поленьев. Их нужно тоже найти, достать. Возможно, это сучья могут быть сухие. Короче, надо прям смотреть. Их видно, что они сухие или сырые. А сверху уже класть. Вот такие крупные поленья. В моём случае мелких щепок практически не было. Но я достаточно много надрал бересты. И под среднего размера полежки напихал кучу бересты, короче. Сухих дров. При сухих дровах нормально это работает. И они загораются. То есть я в своей избе очень много раз затоплял печь. Только с помощью поленьев и бересты. Без щепок. Но со щепками проще. И удобнее. Особенно как бы новичку. У меня с собой тушенка, плавленый сыр. Сейчас всю эту еду я вытащу на уружу. Вот у меня паштет ещё, пожалуйста, есть. Я говорю, я решил в этот раз просто нормально отдохнуть. У меня лапша быстрая есть. Но сыра я тут сейчас, наверное, и не найду сразу. Всем этим я сейчас быстро займусь, перекушу и пойду рыбачить. Вот сыр. Вот он, говёный этот. Сыр плавающий. Он вредный, блядь. Но я решил в этот раз можно такой еды поесть. А в болотниках я пойду в шерстяных носках и во флисовых носках. Наколю сейчас немного дров для костра. Но это гнилая чурка, короче. Да, гниловатая, сыроватая. Это ещё года три назад я готовил. Вот интересно, как можно было пожрать и не обжечь банку. Причём я знаю, кто был после меня и вот интересно, какие будут аргументы. Ладно, так уж и быть. Обзор нечистот ещё сделаю. Вот, валяются салфетки, например. Вот почему бы этих было не жечь в костёр или не закинуть в печку. Вот салфетки, наверняка кто-то жопу или ещё там что-то вытирал ими. Потом вот пачка чипсов, вижу, валяется тут же рядом. Вот, пожалуйста, вот, вот. Как так? Чё, вот просто бросили что-ли или чё? Я просто охуеваю почему-то, блядь. Как так? Откуда это всё взялось? Почему? Почему не возникло мысли у людей так не делать, блядь? Вообще не пойму. Действительно отсутствуют просто мозги. Чайник у меня сейчас уже скоро закипит, я надеюсь. Всё будет сожжено, естественно. Но, короче, ещё момент. Я уже, наверное, даже рассказывал и высказывал свою позицию, что на мой взгляд лучше ничего не сжигать. Потому что пусть лучше пластиковая бутылка пролежит в земле 10 лет или там 100 лет. И будет очень постепенно вокруг себя всё отравлять. Чем она сгорит в костре за одну минуту и где-то тут же выпадет в ту же реку вот этим отравляющим поганым осадком. Поэтому я ничего не сжигаю, я всё выбрасываю на мусорку. Кроме бумажных отходов и вот обжигания консервных банок. Но пачку, наверное, сожгу всё-таки вот эту. Но это минимальный объём, который я готов сжечь. Максимальный объём, точнее. Очень красиво сейчас почему-то, не знаю с чем это связано. Но просто вот именно очень красивый лес, как-то свет так падает супер удачно просто. Сегодня на обед у меня гречка с тушёнкой. Ну, тушёнку взял такая, какая была. Наверняка она не очень хорошего качества, не высокого качества. Чай Greenfield Spring Melody рассыпной, охеренный просто. Это мой походный чай. И гречка. Варить её буду, естественно, в чайнике. Это очень удобно. Вода уже посолена, надо ставить на огонь. Ручка уже остыла. Сейчас тут лёгким ударом ноги подшаманим. И пусть варится. Ох, ладно, можно уже подвесить. Уже прогорели дрова, можно подвешить котелок. Уже доносится запах разогревающейся тушёнки. Можно её было бы греть, типа, на водяной бане. Мне там всё тоже советовали. Я сам это часто практикую. Это в кипящей воде, грубо говоря, в горячей банку держать. Ну, пока это неудобно. Просто, блин, не всегда надо делать так, как вот там кто-то где-то, блядь, говорит. Просто это не всегда удобно, это не всегда практично. Ага, сижу, глаза слезаются жёстко, дым. Нормально, сейчас дым охапнул. Собственно, вот обед. Конфеты. Это выживальческие конфеты, они здесь хранятся. И наконец-то пришло время, их я съем. Дело в том, что у меня ничего нет к чаю. Это моя принципиальная позиция. Короче, превозмогать по полной. И наконец-то этот момент настал. Болотных сапог я не носил уже, ну не меньше десяти лет. Это вот те самые, это вот они. Их я и носил, там, десять или двадцать лет назад. Охерел буквально сразу, с первых шагов. Ой, ну естественно, они сверх скользкие. Не сравнятся с СЭВА подошвой. И уж наверняка не сравнятся с подошвой Вейдерсов. И очень она тонкая подошва. То есть каждый камушек просто, я уже отвык от таких ощущений. Я помню, первые мои берцы русские. Я их в Покровье у нас в Красноярске покупал. На них, в них такие же были ощущения. В них такое ощущение, что пойдешь по песку и каждую песчинку прочувствуешь. Иду рыбачить. Ой, ёптать. Сейчас я попробую. Я камеру пристегнул прямо на рюкзак, короче. Но уверен, что просто адски все будет трястись. Никакая стабилизация не поможет. Наверняка там большинство будет залупаться, что О, ты опять туда поехал. Да не могу я сюда не ездить. Хочу я. А раз я еду, я значит снимаю. Снимаю я, естественно, все это дело для людей, как я уже и говорил. Сами уже здесь тысячу раз был. И показывать особо здесь нечего. Ну просто это такой быт. Это вот такая жизнь. Это красота. Это не самые дикие места, но одни из самых лучших, на мой взгляд. Вот такая удочка еще забавная, что она почему-то всегда запутывается. У нее состояние незапутанности возникает очень редко. Буду рыбачить вот на такую штуку, это как будто личинка паука. Ну вроде рыба есть. Но клевать, конечно же, она не собирается. Что ёптать, удача, удача. Лапоть, неплохой лапоть таки попался. Вот он. О, тащу. Хорош, хорош, хорош. Вот он красавец. Отлично. Только что второго взял. Он довольно маловатый. Но я его хорошенько хлопнул для хамуха о камне. Рисковать не буду, заберу его в общем себе. Благо то, что я подобрал такие обманку. Теперь я знаю, на что они берутся и будут браться. И можно уже гонять по другим местам смело. Уже потихоньку вечереет. И где-то справа от меня ворон шумит. Я так понял, рыба особо не парится здесь, на емах она не стоит. Но это же не лето. В общем, пока два штуки, это мой предел. И судя для этих мест, это постоянная практика. Всякие завалы вот так прокидываю. В общем, с рыбалкой тут у меня не вышло. Попробую завтра на это целый день потратить. Этих хорюзей, что я сегодня поймал, естественно, посолю их. Посолю, что у них в кишках. Какого формата и вообще вида мух они жрут или вообще что они жрут. Ну и пройду здесь километров 5-7, наверное. Посмотрю места. Удалось третьего ещё вытащить, красавцы. Уже стою и, короче, прям думаю про себя. Всё, последний заброс, просто уже запарился я. Стою по колено в воде. А он хороший-то какой-то попался. Её по-мать. Сейчас ещё покидаю, попытаюсь. Он уже отцепился, в воду бы он не ушёл. Из этих трёх штук нормальный ужин получится. Сварю, почищу, сварю. Завтра, если ещё, ещё надо было. Притащил совсем гнилую моделину из бани, которая распинана, разломана. Но она с того конца вся гнилая. Здесь как бы не знаю. Я думаю, почему бы её не сжечь? Неужели она кому-то будет нужна? Полностью развалившаяся, сгнившая баня. Не думаю. Зато немного очистится место для будущих построек. Была внутри икра, печень и жир. Всё это я оставил. Вычищать не стал. Вода вообще лёд. Ломит руки сразу, ё-моё. Всё. Решил счистить чешую, немного заморочиться. Да, так кропотливо чистку рыбы я никогда ещё не снимал, пожалуй. Не знаю, зря не зря. Да пустые у них желудки совсем. Тут что-то даже еды как таковой нету. Ну вот, какая-то гусеница зелёная, кстати, похожая на мою обманку. В общем, вот ещё луковицу стрельнул. Ну здесь то, что в пакете на полу валялось. Вот она. Сейчас вода закипит, брошу рыбу. Всё, руки окоченели. Значит, уха по-абу-выгатски уже почти готова. Собственно, все ингредиенты здесь в куче. Это хариус. Свежевыловленный, буквально ещё и часа не прошло. Три штуки, ну весом может грамм 250, может быть там 300 всё вместе. Может быть так. Лук и соль. Соли достаточно много, чтобы было очень хорошо солёно. Ну это так надо специально. Просто вкус будет хороший. Наваристый рыбный бульон с солью. Вода в котелке уже вот-вот закипит. Ооо, луна. Вот это кадры сейчас. Синее закатное небо и луна. Надо дождаться закипания. Пара-тройка минут и будет готово. Полный котелок под завязку. Боюсь, что будет выплёскиваться, когда закипит. Во, отличный вид вообще. Бульон должен получиться очень наваристый. Потому что достаточно много рыбы на всего лишь литровый котелок. В избу ещё подкинул. Пусть греется как бы. Жар в избе лишним не бывает. В конце концов хоть как-то камни подогреются, прогреются. Всё будет лучше спать. Времени всего 19 часов. Уже темень кромешная. Ё-моё. Титановая ложка может не только лапшу быстрого приготовления хавать. Но ещё и вынимать из ухи харюза. Вот так вот. Чтобы не мешал ему просто его есть. Лук я сразу достал, выбросил. После того, как только рыбу снял с огня. Потому что варёный лук я вообще не переношу. Да как и жареный, в общем-то. А свежий люблю. Парит. Ууу, ёптать. Удачно должно было выйти. Но вот, пожалуйста. Икра. Икра не пропала. Я её съем. Ну что, попробую сейчас вот прям вот так. Вместе с икрой. Единственное что. Кипяток. Сейчас. Пожалуй, соли я переборщил. Но это надо привыкнуть, короче, когда уже пару-тройку ложек навернёшь. Нормально. Да не, хорошо даже. Даже так уже кажется, что хорошо. Что-то я объелся, похоже. Ну, часок подожду. И перед сном бахну. Некрепкий чай с шоколадкой. У меня шоколадка ещё есть, оказывается. Нашлась она внезапно. Ну, а кости вот. В костёр. Пожалуйста. Раскалю сырую чурку одну. Чтобы ночью шаяла она. Да, она волглая. Как хорошо с двумя фонарями. Не надо снимать, надевать. Супер просто. Так, сейчас выберу получше, помясистее. Ох, ёпта, здесь пол уже. Какой по швам трещит. Так, с фокусом проблема. Да вот эту и возьму. В общем, кое-как я высидел до 21 часа. Собственно, постелил уже себе я нары. Закинул сырые берёзовые поленья в печку. Температура сразу упала, но там хорошо. Дверь давно уже достаточно открыта. Жрачка здесь вся. Пустой котелок, туалетная бумага в качестве салфеток использовалась. Воды кипячу. Воды предостаточно у меня, чтобы... Блин, я люблю, я тысячу раз уже говорил, чтобы был запас питьевой воды. Кипяченой. Такие дела. Всё, завтра утром. Немного прохвачу. Пешкой или на квадре сначала, докуда получится доехать, попытаюсь. Не надеюсь рыбалка. Хотя я наелся харюза, если честно, от души. За ночь просыпался несколько раз. В час, в три, в пять. И по-моему ещё во сколько-то. И один раз проснулся от того, что кто-то грызёт раму. Оконную раму какое-то животное грызло. Короче, такой хруст стоял. Я фонарь включил и всё, и он исчез. И больше никто ничего не грыз. Просыпался, всё время подкладывал печь. Сырыми дровами. В перемешку с сухими. Ну, не скажу, что оно сильно дольше горит. Но, в принципе, да. Всё время я спал в тепле и спальником не закрывался. В какой-то момент ночью я уже даже дверь прикрыл. Она была открыта немного. Традиционно открываю дверь с камерой. О! Костёр шает. Я его ночью ещё раз собирал. Собирал прям реально. Так, ну что тут у нас? Ночью, кстати, было сильно холодно. Сейчас немного потеплело. О! Так, ну-ка иней. На сидушке в каком состоянии. О! Всё застыло. Наверное, забереги даже есть на реке. Сейчас дойду посмотрю. Вот она. Рябчик только что там пропищал. И вон уже ледок. Хорошо! В общем, всё подходит полным ходом зима. Ё-моё! Ладно, сейчас маленько ещё костёр подшаманю. А то вдруг на нём ещё и приготовлю даже. Без бересты, без спичек, без всего удалось разжечь его. Буквально немного переложив. Вот это, я говорил, гнилые бревины. Они шают, шают, лежат. Отлично! Я сейчас ещё и на костре, значит, сготовлю еду. Я стараюсь сжигать здесь весь-весь древесный мусор. Потому что здесь столько дерьмища. Всё вот просто им захламлено. Мусор, щепки-палки, доски гнилые. Уже под травой этой многолетней лежат. Всё это я жву. Вот там. Бери вот это, кора элементарная. Ну просто надо же, чтобы было как-то чисто, уютно. Не знаю, я почему-то так к этому стал сейчас. Трепетно относиться. Вот именно к чистоте, к уюту. Потому что этого бардака в лесу вот так вот, блядь, хватает. Вот, куча всего, чем можно топить. Печь, костёр. К чё этому пропадать? Не знаю, блядь. Так вот мне почему-то хочется. Ну дубак, дубак, это я могу точно сказать сейчас. Завтрак будет состоять из гречки и этого поганого плавленого сыра. Ну у него такой вкус какой-то прикольный. В принципе, блин, наверное можно раз в месяц пожрать такого сыра. В общем, гречка и сыр. И вот уже заварился чай. К чаю вообще ничего нет. Хрен бы знал, что делать. Ни мёда, ни сахара никакого, ничего. Такие вот богатства лесные. Вот как эта чурка здоровая. Ну даже это бревно можно сказать. Вот эта бревишка. Там просто за избой валяются, пропадают. Так скажем. Зачем было пилить, если они всё равно не пошли в дело? Если их не стали сжечь? Я не понимаю. Это реально богатства лесные. Они пропадают. Их спилили просто и бросили. Я вообще этого не понимаю. Меня это и бесит сразу же. Уверен, что там тысячи аргументов найдутся. Почему так? Но такого не должно быть. Блин, здравый смысл должен быть. Ещё я нашёл. Во! Кучу всего дерьма, что можно сжечь. Опа, ёптать. Мышь. Она же попала в кадр. Мышь может сжечь. Опа, ёптать. Пухлая, пухлая, красивая, пушистая мышь. Нифига прикол. И вон там брёвна эти лежат. Это вот нет. Не отсюда я притащил то брёвночко. Вон там оно валялось. В лесу. Так короче и здесь много чего можно сжечь. Ёптать. Тут ровно костёр на такой, который будет шаять. Шаять. Особо гореть наверно они не будут. Они сырые. Их там немерено, ё-моё. Пол одиннадцатого. У меня никогда не бывает цели выйти как можно раньше там в 6 утра, в 5. Это бред вообще. Такого нет. Так, по режиму. Чтобы комфортно себя чувствовать. Хорошо идти. Рюкзак. Его обзор есть на моём втором канале. Я его взял для того, чтобы возить с собой на спине точную всякую электронику. Опа. Первого поймал в один из первых забросов. Да хороший. Ёптать. Вот что значит тихо подошёл хорошо. Быстро стынут ноги в такой воде. Всё, отказался я нахрен от этой идеи рыбалки. Потому что я целый час уже убил на это и поймал только одну рыбу. Иду вот по таким местам. Хочу пройти здесь в вершину одной сопки. Для того, чтобы потом с неё спуститься на другую сторону. Короче там ещё речка есть. В общем ещё эту речку посмотреть. И тайга. Просто чтобы ещё осенью побыть в такой-то ёжке хорошей. И здесь почему-то очень много медведей. Вот мне говорил человек, который здесь до этого был. А, ну у меня есть ещё один ролик. Он не опубликованный. Я не уверен, что он будет опубликован. Возможно он будет опубликован где-нибудь в декабре. Где я тут избу ещё одну искал. Обещали. Какую-то классную избу. Вот короче я был в тех местах, куда я сейчас хочу туда выйти. Попробовать только маленько другим путём через гору. Через гору на другую речушку спуститься. Там я думаю пообедать и вернуться назад. Такие дела. Иду с баллоном. Кружки с собой в этот раз у меня нет. Старая добрая кислица. Как хорошо. Сейчас я её наверну естественно. В итоге обошёл я гору. Прошёл там через сопку и вышел на старую дорогу. Здесь я уже был несколько раз. И зимой я был на лыжах, проходил и всяко-разно. И сейчас идея посмотреть избу, в которой я уже бывал. Для того, чтобы определить можно ли будет в ней зимовать. Я хочу пару раз зимой сходить сюда по ходам. Либо на лыжах, либо пешком. Ну там съездить на снегоходе там. Ну короче вот так как-то. То есть мне надо знать, смогу ли я сюда, если я там приду не один например. Здесь нормально зазимовать. Вот сейчас я иду смотреть на избу. Я её не буду показывать. Не буду просто показывать. По той простой причине, что не надо, чтобы были у кого-то какие-то неправильные и ненужные лишние мысли. Вон какая была печка. Охренеть! Это бетон. Бидон точнее. Вот бидон. Ручки от него видно. Вот. К бидону приварили дымоход. Вот такой вот. И это была печь. Он конечно весь прогорел. Ну вот как бывает. Вот как строили раньше. Ё-моё! Из чего? Из чего только не строили. Печи, дома и всё прочее. В избу я посмотрел. Она целиком засрана сеноставкой. Это полностью сеноставочья изба теперь. В принципе заночевать её я думаю можно будет. Но это достаточно спартанские условия. Плохая печка. Есть щели. Ну в общем пожалуй я наверное с палаткой и с печкой лучше сюда заеду. Если будет такая необходимость. Такие дела. Короче же скач прикольная штука. Есть теория, что вот так поступает с молодыми пихтами очень голодный медведь. Он их выкапывает, роняет и отгрызает у них тонкие корни. Вот здесь видно, что на самом деле у пихты не очень такая развитая корневая система. Но здесь корней почти нет. Короче это говорит о том, что он их сожрал. Либо они все оторвались и в земле. Но я подошёл и вот так вот посмотрел. Вот на корень. Что с ним? Да чёрт его знает, что с ним. Ну в общем есть такое мнение, что медведи жрут молодые корни. Потому что они очень голодны. У нас это год совсем не орешный. Нашёл чьи-то перья. Не знаю чьи. Только такие. Больше ничего вокруг нету. Вот только длинные хорошие перья. Вот такие. Ну наверно может и рябчика скорее всего. Потому что они здесь вообще безбашенные. Очень близко подпускают. Я сначала их спугиваю. Со свистом они улетают. А потом сидят до последнего, пока я не подойду прям к нему. Совершенно случайно ещё одного удалось вытащить. Он кажется ещё даже живой. Всё, иду назад к квадру и думаю сейчас сваливать домой. Что-то никакого смысла здесь нет торчать. Рыбалка не особо не удаётся. Дома пожарю его. В общем это прикол. Я уже на избе и пошёл дождь. Я ещё одного Хариуса успел поймать. И уже их три штуки здесь. И они даже посолены. В общем пожарю их дома. Дождь поскольку пошёл. Всё, ловить здесь точно больше нечего. Избу я полностью приготовил уже к отъезду. Перевёрнутые нары. Открытая вентиляция. Немного я дырку всё-таки оставлю в двери. Квадр даже уже снаряжён. Через 2,5-3 часа я надеюсь уже быть у себя на доме. И похавать. Основную камеру я убрал в рюкзак к чёрту. Хариус сзади. Сверху дождь. Под ногами дождь. Под жопой уже мокро. Ещё и по реке еду. Нормально. Это абзац полный нахер. Сука. Какую падла он мне здесь устроил. Чё ж я не снимал. А чё я не снимал. Это просто конец вообще лютый был. Реально. Отвечаю. Блядь. Квадр. Ты просто охеренный. Ёпты. Жискач. Я вот так там поплыл и застрял. Потому что ещё плотина приподнялась. Раньше я ездил. Жесть просто. Она стала больше. Но поскольку я раньше таки ездил там. Я подумал да нормально. Чё я сто раз проезжал. Проеду. И в чём сложность то блядь. Ещё лёд. Вон сантиметровый почти лёд. Эквадр не мог. Ну. Он и так там как бы бурит. Плывёт можно сказать. А ещё лёд. И он упирается в него. И не может его ломать. О жискач. Короче. Там глубоко вот так вот. Полностью скрыло колёса. Лёд ломать не может. Квадр не идёт. Я пересрался уже. Всё думаю. Сейчас. А там воды да хера. Ни туда ни сюда. Его давай. Стягивать туда ещё дальше в глубину. Ху. Короче я вовремя блокировку переднего дифференциала ещё врубил. Прямо думал это. Всё. И потихоньку потихоньку. В раскачку. В раскачку. И вот туда сюда. Вот так его. Он там пошёл куда-то влево. Просто лёд ломается неравномерно. И задаёт направление. И его туда давай стягивать. Ху. Ну честно скажу я зато согрелся. Потому что я вообще дуба даю по полной программе. Потому что абзац просто. Ху. Жескач. Да тут пар парит. Тут было холодно в этой пойме. Холоднее. Нифига пар стели. И от квадро и от меня. Точно от меня парит. Ну вот это жескач. Бобёр здесь устроил вообще делов. Но меня одно радует. Что через. Наверное. Если всё будет нормально. Через часок. Я уже буду на доме. Затоплю печь. И начну готовить харюзы. Наврали синоптики. Суки. Ещё целая среда должна была быть. Но зато вон какой офигенный вид. На местных холмах. Всё в тумане. И через каких-то надеюсь 30-40 минут я уже буду. В нормальных условиях. И ребят, проходите по ссылке в описании. Поддерживайте меня и рекламодателя. Регистрируйтесь в игре. Это очень полезно и очень нужно на будущее. До новых встреч.